Всем привет, ребята, с вами снова я, Кирюха, и я недавно узнал, что Русобит Эмп выпустили новую игру под названием Как достать соседа? Ульяновский. И господи, Ульяновск это родной город Игорячей, и это офигеть. К тому же, как говорят, как говорили, то что их студия давно была заброшена, так вот я не знаю, зачем вот эти стрелки сделали, но и так вот, как бы, она прекратила свою деятельность 15 апреля 2013 года. В общем, в этой игре всего несколько уровней, как Русобит Эмп сказала, потому что она вроде бы как демки, возможно, бурной версии не будет. Говорили то, что мы, Русобит Эмп прекратили свою деятельность 15 апреля 2013, извините, мне позвонили в скайпе, вот, и в общем, давайте. Так, и, в общем, тут вот такой вот курсорик, ну давай. Э, что? Блин, не работает. Ммм, что за прет? Почему кнот? Что? Что за ошибка? Э, да блин, что-то, ну, короче, да, ребят, это был просто кликвейт. В общем, почему кликвейт? В общем, Игорь Че планирует сделать, когда соседа в Ульяновске. Я решил ему помочь. В общем, ребят, напишите на, кстати, еще я, вот, и, в общем-то, я знаю, и для этого нужно долго учиться, конечно. Там установлены всякие программы, но на самом деле, как он говорил, это нет. Ладно, итак, в общем, я и решил ему помочь. В общем, он сказал, что будет 4 уровня. И, в общем, я попробовала вчера создать, и вот что получилось. Вот, сейчас выходим в Small Games, и тут вот есть у меня такая папочка, как до соседа 5 в Ульяновске. Заходим сюда, и тут есть, в общем, куча всего. Вот. Но нас интересует кнопка, вот эта фигня, НТ. Вот, НТ-03, это, короче, интерфейс. Но сейчас я покажу, что будет, если его изменить. Вот, допустим, загружайся, это быстрее. Вот, он был создан 31 августа 2006. Сегодня у нас, кстати, 30-я день. Вот, в общем-то, вот такая вот фигня, как видите. И, в общем, давайте попытаемся вот что-то заменить. Сейчас я покажу, что будет. Вот, например, мы попробуем сделать, я не знаю, вот где-то, вот давайте вот тут вот уберем. Давайте вот так вот скопируем. И вот тут уберем, типа, 4 уровня. Вот, а тут, типа, тоже уберем, потому что зачем пилотные серии там. Вот, типа, 4 уровня только есть. Вероника, извините, у меня тут сестра. Вот, и вот, что, собственно, ребят, получается. Сохранить. И смотрите, что сейчас будет. То есть, и, во-первых, не сохраняется. Но это полбеды. Просто нажимаем сохранить как, и сохраняем в папке с КДС в Ульяновске. Вот, изображение КДС в Ульяновске. Вот тут, Интерф 0.3. Оп. Теперь открываем нашу папочку. Вероника, да потише. Извините, у меня тут сестра еще раз бегает и издевается. Так, когда стать школьникой, это не то. Так, что тут у нас вот где вот, вот она. КДС в Ульяновске копируем. И просто сворачиваем. О, вы узнаете зачем. Теперь открываем папку интерф и вставляем сюда. Так, переместить с заменой. Продолжить. Это меня администратора. Обнаружение элементов. И вот, что получается. Я не знаю, видите, вы сейчас будете или нет. Открываем КДС-3. Неважно. Вот. Сейчас я запущу. Так, настройки. Пофиг, какие. Я хоть вот так вот сделаю. 1600. Не, 1280. Сейчас я тогда все равно настрою. Так, вот игра запускается. Сейчас вы, наверное, не видите, ребят, хотя я ее запускаю. Поэтому он, ну, факт, остается фактом. Я ее запускаю. Вот. Сейчас вы увидите, в общем, в чем вообще проблема, почему нельзя сделать. Как бы текстуру мы заменили. И вот сейчас я покажу, что такое. Так, сейчас я тогда... Сделаю пока. Удалю захват экрана. И сейчас сделаю захват окна. Так, сейчас надо сделать в ВСе захват окна. Вы сейчас видите, просто черный экран. 100%. Нет, блин. Нет, блин. Да, блин. Да, блин. Да, блин. Сейчас. Тогда я сделаю. Отклонить. Отклонить. Я скажу. Отмена. Отмена. Черт побег. Так, ладно, тогда попробуем сделать захват игры. Если захват окна не работает. Захват игры. Захват отдельного окна. Казахстан, тринь. Заголовок окна должен совпадать. Так. И... Да, все. Вот этообразилось. И вы видите, собственно, все, как обычно. Мол, вот это. Вот. Я специально с рамками записываю, потому что по-другому нельзя. Он тупо зажимается. И вот что, ребят, происходит. Вот такая вот фигня получается, если заменить. И тут что-то... И тут какая-то хрень вылезает. Я не знаю, как это исправить. А вот я автора заменила иконку, и вот какая-то фигня. В общем, как исправить эту защиту от зома, напишите мне, пожалуйста. Иначе я просто не смогу это делать тупо. В общем, авторы... Текста нет. Текст вообще куда-то исчез. Тут вообще... Я не понимаю. От одного спрайта все сразу запортилось. В общем, все равно... Все с вами яблоки. В общем, напишите мне, как исправить эту защиту от зома, и тогда я буду делать... Как доста соседа в Ульяновске. Вот. Ну и с котами, не знаю, там, чуть-чуть. Хотя... Какие-то все равно клоны... Давайте насыщу уровень. Вот, скатаем чуть-чуть просто ради прикола. Если, ребят, вы напишите, на каком движке сделана эта игра, я обязательно буду делать с КДС такой вот ульяновский. Потом установлю еще несколько программ, чтобы, может быть, изменить 3D-модели. В игре будет собственный сюжет, который мы уже разработали. Разработали мы схему игрового мира, которую мы вам покажем, если вы скажете мне, как исправить эту херь. Вот. Потому что Русабит М закрылись официально, и права на нее никому не передались. Так что каждый может делать с их проектами что хочет. Может перепродавать, может делать что угодно, может создать фан-игру и продать ее. Всем будет похрен на это, потому что у нее сейчас нет никакого владельца. Компания официально закрыта. Вот. Ее никто не... И я, в общем, проиграл. А хотя нет, не проиграл. Валим. Да. И, в общем-то, пройдем вот этот уровень. Просто мне все равно этот клон по КДС даст все... Хоть я и называл его говном, он мне нравится. Потому что все-таки есть один такой клон из Германии. И есть, который надо купить на Амазоне только. И он настолько убогий, ребят, что, господи. Я, если хотите, может быть, засниму на него обзор, но покупать я его не буду. Единственное, потому что в Германии, как бы, этот клон был сделан в Германии, как я уже сказала. А в Германии торренты запрещены, законы. И, знаете, я могу посадить в тюрьму. Вот. Ну, потому что там хотя бы... Зачем-то... Там, по сути, все миллиардеры, поэтому зачем... Вот. Может... Вот. Если вы мне скажете, как упрать эту защиту от злома, я все сделаю. Вот вообще, я тут буду изменять комнаты, модернизировать их. Вот. Вот. Даже я все вообще изменить могу. Вот. Это не сложно, ребят. Сделать такой клон, это не очень сложно. Конечно, надо устанавливать программу. Но я хотя бы знаю, на каком языке она написана. Она написана в языке C++. Язык, даже его изучать особо и не требуется. Вот. И, вот, как исправить эту хрень? Если вы мне скажете, да я вас просто награжу, я вас обязательно в титры добавлю, я что угодно вообще сделаю. Что вы зах... Нужно только мне будет цена помнить. Если вы хотите, чтобы я вас добавила титры, и вы как-то поможете в разработке. Вот. Если это не защита от злома, то и там есть какие-то файлы, которые тоже надо изменить, чтобы все нормально работало. Обязательно пишите об этом. Иначе у нас ни хрена не получится, потому что надо долго учить. Этому надо все-таки долго учиться. Вот. Мы раз... Вот. Я не буду спойлерить уровни, но скажу, что один уровень будет называться в туалете. И это будет первый уровень. Вот. Всего уровня будет где-то 5, либо 6. Мы еще точно не решили. Хотя Игорь хочет именно 5 уровней сделать. Потому что, ну, типа, он долго разрабатывать не хочет. Однако я хочу сделать более длинную игру, потому что, ну, зачем делать что-то скучное и неинтересное. Но игра выйдет только ближе к концу этого года, потому что там разрабатывать нужно будет очень долго из-за того, что надо будет убирать эту защиту от злома, искать способы, методы, написать кучу программ. Вот. Что бы... Если не... Тогда... Если все-таки вы не сможете найти, тогда мне придется написать конвертер на джаве, чтобы убрать защиту от злома. Вот. Ну, если вы мне скажете, то я, как уже сказал, я обязательно раздобавлю в титры игр, я думаю, добавить. Вот. По сути, там будет квартира. Такая, достаточно большая. Вот у меня побили. Кварти... Кв... Вот. Сюжет игры будет... Будет. Сто процентов. Я пока не буду его раскрывать. Ну, потому что, зачем спойлерить, если... Ну, кто будет спойлерить сюжет? Иначе вам не будет просто неинтересно играть. Вот. Я, по сути, в этот клон КДС только вчера скачал и начал играть. До этого я играл... Я играл в клон КДС, и он называется «На отдыхе». От той же компании «Русобит М». Именно «Русобит М», а не «Ф». Потому что многие называют эту компанию «Русобит Ф». Но почему только, я не знаю. Вот. И, в общем, это было просто видео. Да. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.